ПЕСНЯ 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 А опыт такой был где-то, кто-то воскрес, чтобы он мог делать где-то. И с чего мне-то заключение там-то сделал? Ну какие-то должны быть причины этому. Когда человек подает себя за Бога, такое есть, когда стали кричать этот голос не человека, а Бога. А он принял Бог, поразил его, червь его, съел, червь. Доказательство того, что Бог его отверг. Были эти случаи, но вот такой-то случай где был, чтобы кто-то воскрес, и им бы чудеса творились. На чем это основано? Значит, какие-то слухи предрастут. Я взял газету одну. Газета называется, честное слово, 12 апреля 2006 года. Кто слышал, кто такой Григорий Горбовой? Эх, темнота, слушай деревенство. Кто такой? Мошенник. Воскрешал. Ну, мошенник, кто мошенник-то? Какие-то колдунные, кто там или макли, что якобы воскрешал людей. Такое, например. Ну а кто видел воскрешу? Вот один видел? Не слышал такого. Вот. Это вот газета показывает, какой он имеет успех. В Красноярске только. Сколько там групп? Шестнадцать отделений я сделал. Тысячи людей. И он сказал, в восьмом году я буду президентом России. Выставил свое учение. Верфин ни одного раза не взлетел на самолете, пока он прежде не осмотрит самолет. Какое доверие было человеку. Ну, тот окружился гораздо маленьким. И самый успех был и без твани, когда дети были потеряны, а родители не могли успокоиться. И вдруг от него приезжают представители и говорят, он воскрешает. Самое главное виноват Путин. Путин их передать в Сыду. Куда бы замахнулся. А почему? И Медведев передать в Сыду. А они не принимают главный закон. Закона отмена смерти. Правда, закона такого нету. Отменись смерть. Я как воскрешал, им паспорта не выдают этим людям. Где они будут? И они скитаются, как бомжи где-то. И верят. Не один, не два. Речь идет о тысячах и тысячах по всей стране. Все это фиксируется. Партию зарегистрировать, у тебя должно быть 44 отделения. А у него 68. Его свободно зарегистрировано. Называется ДРУГ. Да. Григория. Ну, партия со содействием Григория Гробового. Фамилия-то Гробовая. Ну, а люди-то как-то верят все-таки. Да не как-то вот определенно. Я хочу, чтобы вы где-то, не сегодня, где-то собрались, и почитали, и друг другу газету передали. Что об этом центральные газеты писали? Все здесь показано. Да скажешь, да невероятно. Верят. Я есть, говорит. Не просто Бог. Я Троица святая. Троица. То есть, любое, он говорит. Я отрываю, где я могу сделать так, что ни одна бомба не взорвется там. Наводнение где-то. Я его принижу. Стена, если через стену пройду. И все верят. И верят современные люди с высшим образованием. Я встречался с этими людьми. Еще на серьезном. На полном серьезе. Иссариона признают. Милиционера Торопов Сергей. Выдает себя за Христа. Ездит везде. Большое поселение построили. Большое. Люди продают дома. Строятся там. Ну. Ему говорят. А где такое-то. Чтобы ему на прием попасть. И там получить ответ. Нужно 30, кажется, тысяч. И 190 рублей заплатить. А почему столько? Он объясняет. Почему столько. Такая цифра. 30 тысяч. А его суд не может еще сделать на него. Уже начали продавать. Выступают верующие священники города Новосибирска. Никаких доказательств нет. Он говорит. Я воскрешаю людей. А им не дают. У них документ, что они умерли. Светельство о смерти. А светельство во втором рождении не дают им. Им не дают. Надо принять сначала закон о смерти. Что смерти нет. Попробуй. Возьми его как. Ну. Женщина одна. Я хочу видеть. Он ей. Как ее последователь. Говорят. Вот тебе дали червяка одного. Вот за ним она ухаживает. Реинкорнация. Это твой погибший сын. Он сейчас червяком будет. А через одно поколение два. Он превратится постепенно в бабушку. Потом в сына вашего. И она эту бабушку червяка кормит. И с собой носит эту бабушку. Другим говорит. Я у вас пришил. В паспорте даю. Подвел капишу. И говорит. Вот он. Видите. Там с чем-то похож маленький. Это ваш сын. Теперь она приходит и молит. И разговаривает все время с этим портретом. С Афишей. Это все описано. Где это есть. Какие отделения. То есть. Что бы где ни было. Он абсолютно все может сделать. Был у Ванги. Ванга его приняла. Верь на подругой. Говорит. Она его в шею выгнала. Ведьма. Ну а теперь как. Я их раскрешаю. Не даю. Говорит. Они на нервном конце. С земного полушария. Находятся все эти люди. А вот документов нет. Они как бабушек. Видите. Просто вы их узнать не можете. Это они и есть ваши дети. Дети. Мужья. И люди. Полностью верят в это. Полностью. Прочитайте. Здесь все данные. Ну наконец. Один нашелся. Или подставу сделал. И говорит. У меня двойный брат умер. Я хочу с ним поговорить. Чтобы вы его воскресили. Хорошо. А они взяли из разных газет. Фотографии разных людей. Соединили. Одного. Глаза взяли из другого. Носа. Третьего рота. То есть фоторобот. Составили из разных людей. Ему принесли. Он только посмотрел. И сказал. Все. Тридцать тысяч. Так он. Я воскрешу. Дали тридцать тысяч редакции. Кого он был воскрешать. Силойка не существовала. А заранее все зафиксировали. В прокуратуре все. Его брать. Его никак не могут взять. У него совещания идут. А его охраняют. У него там охранники свои. Дохмелиться. Нам нужно с ним поговорить. Да черным ходом. Сумериев. И тогда только в тюрьму запечатали. Одиннадцать лет просят. Заплатить миллионы рублей. Кому ущерб принес. Тут же ханатайсу. Немного погодя. Его освобождают. Он сейчас на свободе. И когда узнали. Что у него там. Где-то в банке лежит тридцать миллионов. Только долларов. Сказали. С такими деньгами в тюрьме не сидят. Это все официально. Новосибирская газета. Честное слово. И многие придут под именем моим. Он Христовский называют. Это все наше читание. Он ссылается на Священное Писание. Показывает. Почему? Как люди могут верить? А почему? Написано. Примут антихриста за Бога. Антихриста. И наконец его взяли. И он говорит. Вы меня арестовали. Я завтра же через стену пройду. И вы меня только видели. Но еще не получается. Стена крепкая. Видимо с ним хорошо разговаривали. Он пятится назад. За него ханатайсу ничего не могут сделать. Видимо деньги начали выбирать. Свою роль. Четыре года отсидел и выпустили. Все. За Бога больше нигде его нету. Там подсказали, рассказали, видать. Больше нету. Нет. Как будто его никогда не было. Но антихриста этого не допустят. Кто против? Все будут родимы. Вот мы считаем. Услышали, что Христос на Москве. Может быть воскрес Иоанн Креститель. Но оно же все подготовкой идет. Пожалуйста. Центр его город Новосибирск. Такой город есть на земле. Вам он известен. Вот поразился. Как он выглядит. Как учился. У него настоящее образование. Григорий Горбовой. Политическая партия основана. Но президент отправились там. Григорий Горбович. Путин перехватил инициативу. Они старались. Везде подали в международные организации предать их обоих суду. Медведеву. Что закон о смерти никак не может пройти. Или смерть. Считать. Вот мы поговорим конкретно. И пожалуйста. Кто вас должен посчитать? Потом с кем? Чтобы все ознакомились. Это официальная газета. Называется честное слово. Тут ссылка на все материалы. В каком городе и где было. Кто сколько планировал. Все. У тебя по щиру положим. Давай. Третья и четвертая стихи. Четвертая глава. Ибо Иоанн. Взяв Иоанна. Связал его и посадил в темницу за Иродиаду. Жилу Филиппа. Брата своего. Потому что Иоанн говорил ему. Не должно тебе иметь ее. Толкование. Прежде Матфей не упоминал об этом событии. В жизни Иоанна. Потому что цель его состояла в том. Чтобы описать относящийся только ко Христу. Он и теперь конечно не упомянул бы о всем. Если бы это так же не имело в него отношения ко Христу. Иоанн отвечал вывода в том. Что он противозаконно имел жену брата своего. Закон повелевал брату. Взять жену своего брата. Только в том случае. Когда сей последний умирал бездетным. Второзаконие 25.5. Но Филипп умер не бездетен. У него была дочь. Та самая которая плясала. Некоторые даже говорят. Что Ирод еще при жизни Филиппа. Отнял у него и жену. И тетрархию. Фильм поставлен такой. Кто-нибудь видел как она танцует? Соломия да? Да. Видела? Фильм. Было за что бросить царство. Не видели. Надо прийти собраться показать. Америка поставила. Американский фильм. Старый фильм. Но интересно. И вот она танцует как перед ним. Но это подобрать. Трудно такую артистку. И Ира то подходящий. Как нет? Ира то как он. Все. Половина царства. Голову шепнул и отдал. Все потерял. Явно тому сказать. Молись Ира. Чтоб второй раз не стало писать. Пойдешь нищий. Вторую половину царства бросишь. Тебе ничего не будет. Соломия. Фильм так и называется. Ну кто не видел где-то. Тебе и можем посмотреть? На диске где-то есть в архиве. Сейчас не помню. Ну надо посмотреть. Дальше. Впрочем, как бы то ни было, во всяком случае поступок Ирода был противозаконный. Ирод не боялся Бога, но боялся народа. Посему и удерживался от убийства. Впрочем, дьявол доставил ему удобный случай. Оправдать себя перед народом тем, что убил Иоанна по причине данной клятвы. Все толкование. Дальше большие комментарии. Какие-то вопросы. Если это история, которая нас не касается. Или она повторяется все же. Народ принял какую-то силу, власть. Диктаторы это знали. Наконец сделали так, что народ никакой силы не имеет вообще. Что такое гадарский тоннель? Кто знает? Мне сегодня материал скинули, пришел посмотреть. В Швейцарии? В Швейцарии. В Швейцарии. Самой длинной в мире подземной железнодорожной тоннель. 57 километров. Это в камне, через горы. 57 километров. И вот они его выявили этого года. Пустили. 20 лет его строили. 20 лет. И перед открытием собрались там президент Швейцарии, Германии, Меркель, Ангел. Сатанинский бал, да? А? Сатанинский бал. Да. И, конечно, ты видел, что они здесь делают? Я видел, да. Как Бафаме тогда с рогами козелы, что они там надо увидеть? Театрализации нужно. Что? Христианство разрушено. И 11 апостолов преданы. Ничего нигде нет. И все это показывает в образах, как где. Ну, о том, что там будет все нормально, после просмотра, я думаю, не может быть. Или авария должна быть, или еще что-то. Прямо сатане поклонение, шапаш. И они все сидят там, все в галстуках, бассоны, все смотрят. Зачем? Вопрос стоит, зачем? В 20 лет работали, чтобы бал в сатану устроить. Причины-то никакой нет. Ну, могли там сыграть, спеть им, там, Швейцарии, другие государства участвовали. Ну, в 20 лет строили. Рыли, рыли, рыли в одном направлении. 57 километров. Вот уже. Доревых. Под землей. Камень. Это ширина-то какая высота? Пояс идет из него. Ну, в направлениях, конечно. Значит, постепенно идет подготовка. И там прямо показано. И надписи такие идут. Выдержки из Священного Писания. Сядь, как Бог выдавает себя за Бога. Все абсолютно из Священного Писания. То есть те, которые ставили этот спектакль, они Писание держали в руках. Показать, что время христианства кончилось. Наступает новая эра по формированию. То есть это козел. Ну, сатана в таком виде является. То есть мы тут знать ничего не знаем. Она уже вплотную подкрадывает. А что делать? Опять же, каждый раз, если не знаешь, что делать, тогда эти знания тебе давить только будут. А мы знаем, что делать конкретно. Тем более усиливать свой подвиг. Пост, молитва, милостыня, добродетель, смирение, кротость, воздержание. Таковых нет законов. Думаю, большой комментарий. А ну, посчитай. Может, он слишком мало покажется. Иоанн Золотовост, пользуясь этим местом Священного Писания, обестрасший Иоанна Крестителя, обличающего тирана, говорит, что «И ты можешь стать мучеником. Пойди обличи беззаконника, стоящего власти». Как пророк Притечи не мог не знать характер Ирода? И вряд ли он надеялся на то, что деспот примет от него обличение и наставление? Ну, потихоньку. Мне говорят, ну, ты отговорил это. Ну, ты чего надеялся, что он покажется, что ли? Да чего ты говорил, смуту заводил? Иоанн Золотовост говорит, хочет быть подобным ему. Иоанн Креститель говорит, где обличи? Ну, кто пошел? Иоанн Золотовост говорил, он обличал Иродиаду. Как дальше была Евдоксия? Он обличал ее, и поплотился головой. Он призывал, он и делал это. Ян Золотовост, ты где это делал такое? Призыв этот мимо прошел? Или я отсиделся, меня не тронут, я живу, а Дербогеи там загнулись? Ну, а Бог-то придет, когда будет рассмотрение уже по тому, что было, по правде. Вот и считай, смотри, применяй к себе. Тут не просто комментарий какой-то, а введение в жизнь. Как конкретно эта ситуация отразилась на мне? Как я подражаю Иоанн Крестителю? Иоанн Золотовост прямо призывает, иди и обличи. Умри за это, и получишь награду. За эту жалкую жизнешку дай эти пищи. Дальше. Но он пошел и лишился своей головы. Подобное случалось в истории Церкви Христовой не раз. Мы можем в этом ряду увидеть, и мы узнаем героев веры, обличающих стоящих у власти. Иоанн Золотовост, Максим Исповедник, Иодор Студит, Исааки Долмасский, митрополит Филипп и другие. Почему же нынешняя церковная... А, Филипп, минуту. Вы знаете, кто он такой? Колычев. Кого он обрещал? Ивана Грозного. Ивана Грозного. Как обрещал Князь Серебряный фильм, поставленный на историческое основе? Что он дальше говорил? Вот сейчас фильм какой-то есть. Я его название могу неправильно сказать. Для старобряцев как будто специально. Как митрополит Алексей ездил там в Ставку Хана и больную ослепшую Иктаханшу исцелял. Она не исцелела, она позже исцелела. И все это показано дальше. Ну а в фильм еще царь. Как? Царь название. Правильно, Грозный. Почему же нынешнее церковное правление патриархии не заботится о нравственности населения? Когда правители беззаконничают, никем не обречаемые, то ниже стоящие у власти и простой народ развращаются, привыкнув думать, что беззаконие не наказуемо. Вот недавний случай, о котором теперь знает практически весь мир. Как утверждают СМИ средства массовой информации, вот что случилось с нынешним патриархом Алексием Вторым. И дальше цитата из СМИ. Патриарка Алексия потрясло видение Феодосия Печорского. 28 октября у патриарха Всероссии Алексия Второго случился сердечный приступ. Врачи также подозревали микроинсульт. Ему стало плохо во время архипастерской поездки в Астраханскую епархию. Врачи успели оказать ему квалифицированную помощь. И во вторник больного перевезли в Москву. ЦКБ. Представители СМИ моментально связали болезнь патриарха с переживанием последних трагических событий в Москве. Однако мало кто знает, что в действительности послужило причиной удара. Информация о том, что на самом деле произошло в Астрахани с патриархом, пришла к нам из континентциального источника в окружении Алексии. Кто рядом был, кто видел, кто знал и сообщили, вынесли это все. Возможно, эти сведения пролезли свет на истинные причины внезапного недомогания Алексии. Но кто в самом деле из знающих плавнокровность патриарха поверит в официальную версию? Вспомним, когда расстреливали Белый дом в 1993 году. Риггер это перенес вполне спокойно. Да и другие не менее драматические события он переживал совершенно безмятежно. В этот же раз, по словам нашего источника, истинной причиной приступа стало некое видение. Посетившее и потрясшее патриарха. В том, что увидел Алексий перед тем, как с ним случился удар, он признался нескольким лицам, окружавшим его, вскоре после видения, за несколько часов перед тем, как состояние его здоровья стало резко ухудшаться. При этом более всего патриарха поразил сам сверхъестественный факт. Ибо, как утверждает источник, Алексий, несмотря на свой высокий церковный сан, воспринимает религию скорее как традицию, ритуал, нежели на самом деле хоть во что-то верить. Однако в видении неожиданно посетившим патриарха явился некий благообразный старец в монашеском одеянии, назвавший себя игуменом Феодосием Печорским. Как известно, этот настоятель Киево-Печорского монастыря, живший в XI веке и стоявший у истоков православия на Руси, еще при жизни почитался верующими как чудотворец, а после смерти был признан святым. Святой Феодосий стоял прямо перед патриархом. В его светлых пронзительных глазах не было гнева, но был заметен жестокий укор. Алексий передал дословно то, что он услышал от старца игумена. Итак, слова эти. Отпали от Бога ты и многие братья твои. Я потом разбирать буду. Допустим, видения не было. Но это все есть, о чем говорится. И главное официального проражения так и не было. Отпали ты от Бога и все братья твои отпали от Бога. Видения бывают. А видение это же живой человек оттуда из того мира пришел. Дальше. И к дьяволу припали, произнес святой. И к дьяволу припали. И правители Руси, не правители уж суть, а крепители. И церковь потворствует им. И не стоять вам по правой руке от Христа. И ждет вас мука огненная. Скрежет зубовный страдания бесконечные. А еще не опомнитесь, окаянные. Милость Господа нашего безгранична. Но слишком долог для вас путь к спасению. Через искупление бесчисленных грехов ваших. А час ответа близок. После этих слов видение исчезло, оставив совершенно оцепеневшим Ридигера, который никогда ничего подобного не испытывал. Более того, всегда со скептицизмом относился к сообщениям о всякого рода чудесах. Вскоре после этого патриарху сделалось плохо. Те, кто оказывал ему первую помощь, утверждали, что больной едва слышно шептал, не может быть, не может быть. Считай, какой интонаций был. Ты считаешь, как диктор безразличный. Вот представь, в таком состоянии. Всю жизнь считался патриархом. А вера за никакой нет, и вдруг видение ему положено на сердце. Да ты кто такой уйди? Нет, он видит, что это Пеодосий. И не стоять ему по правой стороне. Не правительный, а так кривит. Вот каким голосом он говорит, не может быть. Попытайся обойти ему. Что пока он стоит? Ну, кто может лучше дать? Дагунов не хватает. Ну, примерно. В таком вот состоянии. Ну, удачно. Ну-ка, Грушко. Скажи, как ты думаешь, он сказал? Будет. На себя прикинь. Ну, все, Грушко. Ну-ка, Никита, как бы ты сказал? Не может быть. Да. Игорь, ты. Патриарху Алексея было видение. Видение, привекшее к инфаркту. О чем было сказано? Он понимал, кого надо брать. Какие власти-то развалили страну. Народ сбился. Вы знаете, абортов за годы перестройки официально считают. Сто двадцать миллионов было. Сто двадцать миллионов за двадцать лет убито. Ну и какая это страна? И кому она нужна? Страна гроба. И никто об этом не кричит. Интересно. Вот есть глава администрации. Допустим, глава администрации Алтайского края. Карлин. Александр Богданович. Генерово. Но в Сибирске там что-то меняется. Никак не лавится. Толоконников своих этих толкуй. И самый популярный из всех регионов. Это Чечня. Где пришел мир на землю. Ронзан Ахматович Кадыров. И он недавно вводит закон. Закон. Закон государственный. Запретить аборты. Подсудное дело. И сейчас как в Захаре все. А почему у нас не ведут такой закон? Хватились. А где вы были раньше? Сто двадцать миллионов сейчас русских было бы дополнительно. В газете вышла статья «Комсомольская правда» на развороте вот так вот в середине. Если бы большевики не победили в восемнадцатом году, нас было бы шестьсот пятьдесят миллионов. Пол миллиарда людей нету. Пол миллиарда. Ну и что? Пол миллиарда нету людей. А они были бы. Вот. Кто? Подсчет Меделеева. Он был в семье семнадцатым ребенком. В семье. Одна семья. У нас тут Рупачиха была. У нее двадцать четыре рождаемости было. Ну тогда и умирали многие. Не глядите. Ну и что дальше? А дальше покаяния то нету. Если бы с кафедры включили правила. Василия Великого. Второе правило. Если женщина убила владельца в утробе своей, в очередной. А отмечайте на десять лет. Все. Все. Церковь то опустела бы. Это все на Б. В школах то что делается? В восьмом классе уже трудно найти девственности. Я вот беседовал с священниками. Мусульманские мулы. В Ленинграде. Я вопрос задаю. А какой процент сохранения девственности у вас? Когда замуж выходят. А они меня вообще не понимают. Как какой. Ну сколько девственности. Или которые имели внебрачные связи. Там аборты. А что это такое? Да как это? Вы о чем говорите? То есть сто процентов. Которые последние годы. Его им дают неделю. Ему шестнадцать лет. Шестнадцать лет. Какой это пацан. У тебя где отец? Отца убили. Там война была убила. Ну а если мать будет принимать мужчина чужой, будет к ней приходить? За рыжу. Мать. Ну у тебя сестра подрастает. Сестра. Ну ходит в спальню. Еще замуж не вышла. За рыжу. Каждый держит ножки. Идет к врачу. Зубы лечит. Дядя говорит. И брат сидит. Руки вот так держат. Здесь у него кинжал. Чтобы врач не прикоснулся к ней. Да кто вы это видели? А почему? Это введено в устав у них. Как в этом завете. Пять раз в день. Все надо на молитву. Давайте мы потеряем. Маленькие. Договоримся. С завтрашнего дня. Пять раз в день на молитве. На поле где ты бываешь. Разницы не имеют. Дождь. Не имеет значения. Все до одного на молитву семь минут молиться. И ты думаешь получится. Не получится. Давайте ладно. Женщины дома сидят. Одни мужики. Возьмем семь человек. И в течение недели семь раз становиться на молитву днем. Не получится. А у них тысячу триста лет. Все канал поставили на это. Да не все. Вот что главное. Да каталурский народ попал в бред. Вернулся оттуда. Теперь в отпуск пришел. Принял мусульманство. И его обвиняют. Выпей. Давай выпью. А я не пью. Аллах запрещает. А ты что ж шурка. Я не шурка. Я Ахмад. Он принял у них теперь имя другое. Прошло маленькое время. Он встал пошел. А куда ты идешь тут? Мать родственники. Намаз. Время молитвы. И показывает холмик. Он со своим молитвем. Как матрасиком идет молиться. Русский. Комсомолист. Никогда не молился. Приехал в Россию. Теперь из него никто уже не трогает. Он мусульманин. Назад не повернет. И он молится. Здесь. У них пятикраты намаз. Я думаю о том. Апостолы другие. Почему они это не вели? Почему Мухаммад это ввел? Меня только один вопрос интересует. Молитву. Почему? Я ответ знаю. Найдите вы его. Вот мы вели у себя. Работаем когда. Проходит какое-то время вот на пруду. У нас Никита побудитель. Так. Мы уже не молились больше сейчас. Давайте помолимся. В сторонку. Помолились. Опять работаем. Проходит время так на молитву. Ты посмотри какая жизнь тогда. Тогда дульца вся из головы выходит. Тебе некогда думать. Помолишься и в душе понимаете. Даже громко говорить не хочется. Как будто ты уже не здесь где-то находишься. Как это они знали? А мы не знаем. 200 храмов. Да ты 200 верующих найди сначала. Без монастырей. А в монастыре там встречают прокуренные. Говорит страшно какие. В монастыре был Путин и отпустили 2 миллиарда рублей. А что чтоб полы были с подогревом? Под полы с подогревом монасты. Которые в болоте себя отдавали комарам. Которые мёрзли. И не доедали. А тут с подогревом полы. Правитель отпускает. Он отпускает. Ты вдаль раскроешь правителя. А ты видишь, что они так поступают. Ты пойми. Пошли. Расскажи. Насколько верно-неверно. Говорят во время. Престали. Будто бы такое было. Когда мы с мященником пришла одна и говорит. Вот я так-то так-то нагрешила. И то-то другое. Он говорит. Вокруг кривля три раза. Оползи. И бабка поползла. Её сразу конечно арестовали. Кто тебя послал. Папа уже захлебёт. Захлопот, как говорится. Ну а дальше ещё всё понятно. Ползи вокруг. И она на коленке встала и пошла вокруг. Но ни один круг не завершила собой. И так. Официальный диагноз, который поставили врачи в больнице звучал. Гипертонический криз с элементами динамического нарушения мозгового кровообращения. Видишь, когда пора говоришь на голове. Перед самым критическим обострением состояния здоровья, Алексий рассказал о своём видении, пребывая в состоянии крайней подавленности. По версии источника, позже, немного придя в себя, Патриарх заявил, что где у него были галлюцинации. Однако то, что он перед этим рассказал о явлении Феодосии, нескольким людям свидетельствовало, что растерявшийся Алексий пытался найти опору в каком-то минуту глубокого душевного оцепенения, в которое его верили слова Феодосии. По мнению источника, Алексий никогда не расскажет о видении никого более. Тем не менее, слова о том, что это был Феодосий Печерский, полузабытый Святой Русской Православной Церкви и другие детали, а также потрясения, которые испытал Патриарх, говорят о том, что такой факт был. Обратим внимание на то, что Святой говорил о потворстве Церкви грехам правителей Руси, которых он именует кривителями. Иными словами, речь идет о тесной связи государственной и духовной власти в России. Отметим также, что и сама судьба Ренигера каким-то мистическим образом связана с нынешней политической системой. Он был возведен в стан Патриарха в конце Перестройки, когда уже формировались очертания современной абсурдной России. Когда Борис Ельцин уже вовсю заявлял свои претензии на верховную власть. Патриарх жил вместе с режимом, возвышался вместе с его утверждением, а в самые критические для него моменты выступал как опора режима. Именно так было, например, в начале осени 1993-го, когда и россиянская власть, казалось бы, держалась на волоске. Так не связана ли и нынешняя болезнь Патриарха с очередным тяжелым для политической системы периодом? Как представляется, связь церкви и государства действительно носит мистический характер. Но от Бога ли она исходит в нынешней России? Агентство русской информации. Это сообщение может быть истинным. Тогда остается только один вопрос. Почему это видение так запоздало явилось? И почему не была продолжена речь преподобного Феодосия? Никаких вопросов. Почему раньше Феодосия не явился? Просто задать вопрос и подумать об этом. Теперь уже о этом все надо разговаривать. По смыслу видений, какие были святыми, здесь обязательно должны были изучать слова, которые слышали всегда святые. Такие, как Серафим Саровский. Что Бог наказывает в первую очередь за то, что не просто ступили от Бога, но именно от Слова Его. И Слово Божие заменились своими вымыслами. Или патриарх Еридигер Дроздов не досказал виденное видение. Если же этого видения не было, а его просто придумали, сфабриковали недруги патриарха православной церкви, то фабрикация сия более похожа на правду, чем сама правда. Неужели сам патриарх и сотоварищи не видят, во что превратилась организация, которой они столько лет руководят, которую называют православной церковью в московской патриархии? Абсолютное полное обещание. И нигде, и ни в чем церковь и мир не отличаются. Василий же Великий утверждает, что у верующих все иное, не только духовная жизнь, но и одежда, и еда, и походка. Настолько иное и так отличается, как овца от волка, как голубь от ястреба. Неужели действительно Бог не может найти свободного в нашей жизни времени, незаваленного грехами места жизни, через которое Он мог бы достучаться до нас и вынужден обращаться к нам только через видение и сновидение? Слово Божие предвидело это, побуждая во все дни и во все века искать связи с Богом. Откровение от Него только через Слово Его и через молитву. Иеремия 23, 28. «Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его, как сон, а у которого Мое Слово, тот пусть говорит Слово Мое верно. Что у общего у Микины с чистым зерном?» – говорит Господь. Сегодня мы получаем сведения об одном видении, якобы бывшем патриарху. Но завтра совершенно обратных видений будут тысячи. И все они будут подтверждаться и мироточением, и нетлением, и благоуханием. И все они могут быть от дьявола. Дух лжи наполняет не только этот мир, но и те места, где возносится молитва к Богу. Этот дух умеет вызвать доверие к себе. И этот дух находит поддержку и отклик от придержащих эту мирскую власть. Третья книга царств, 22 глава, с 20 по 23 стихи. «И сказал Господь, кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал в Ромофе Галацком? И один говорил так, другой говорил иначе. И выступил один дух, стал предлицем Господа и сказал, «Я склоню его». И сказал ему Господь, чем? Он сказал, «Я выйду и сделаю с духом лживым в уста всех пророков его». Господь сказал, «Ты склонишь его и выполнишь это. Пойди и сделай так». Ну смотри, прямая вещь. Бог сказал, отвечает от духа лжи, то есть дьявол. Бог ему поручает это сделать. Дьявол говорит, я могу сделать, могу разведать войну. И он пойдет туда и там где-то в Сирии, в Египте, голову сложит. В Израиле. Это прямая вещь, то есть точно. Но кто это видел? Кто это передал? Нигде в Библии не написано. Пророк Михей. Через него мы узнали. Но был ли он там? Ему было видение, и он это увидел. Когда-то это было, он не видел. Это теперь видение он видит. Только видение, уже свершившееся. И что дальше? «И вот теперь попустил Господь духа лживого в уста всех сих пророков твоих. Но Господь изрек о тебе недоброе». То есть его зажали, а то пророка он молчал. А теперь все говорят, война будет, но мы победим. Россия непобедимая, мы обязательно победим. У нас атомного оружия много. Ну, примерно так говорим. Идея сделает, Господи говорит. Да Господи, люди же погибнут. Ну, ты просил, иди сделай. То есть история, разворот делает и опять подходит. Тогда на конях будет, сейчас на танках. Ну, тогда там стрелы бросали, сейчас ракеты летят. Вот разница небольшая. Ну, людей-то больше стало. Иди и сделай. И вот они все говорят, все, все на одном говорят. Победа будет, победа будет. И только один, один человек говорит. А я видел, что в ваши уста, в ваш рот зайдет дух лжи. И он будет лгать, и поверят люди. Определенно он видел, как дух залазит в рот, как копыта, хвост, что он видит там. И он залез, и вы сейчас лжете, и не знаете, что лжете. Ну, попробуй сейчас докажи это. Тем, которые даже называются верующими, что это не так. Ходят свидетели Бога. Там ничего нет божественного. Все на земле, я с ними сидел в лагере. Они говорят, да, будут другие планеты. Мы будем, мы царствовать будем, рождаться дети будем, будем наполнять грешить. И будут трамвай, будут ходить, а машин не будет, потому что это газ от них идет. То есть все распределено. Определено будет. Все знают. Я говорю, так о планету заселят. Другая будет, и там будут плодить, размножаться. Это тоже царство. И они молодые ребята, буряк и гончат. И оба в это верят. Иеремия 5.31 Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют предпосредствием их, и народ мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого? Иеремия 6.13 То есть вот Бог допустил, и народ говорит, видение было такое-то, где-то. А было ли оно? Но Серафим сказал, и жить двухмерно, и вокруг тебя спасутся тысячи. Все повторяют. Я говорю, это Серафим говорил, а ты это видел, что он говорил. Написано. Да где написано? То, что он разговаривал, начни где-то на крыше под курейным или голубиным пометом. Пролежало 85 лет. Через 85 лет там трухи даже не было бы. Но он говорил, допустим, говорил Серафим, двухмерный. У него был двухмерный? Ну по порядку. Ну да. Но был у Серафима. Где тысячи? У Иоанна Хатаруса был двухмерный? Где тысячи? Один. Беревкой за шею потащили. Досылки не нашел. Но у Христа двухмерный или нет? Какие тысячи? Он говорит, не хотите ли вы оставить меня? Не хотите ли? Они отступили все? Ну, Павел, Давид говорит, я мирный, запятая, но только заговорю, а не к войне. Духмерный не означает, что кто-то спасется. Духмерный не надо проповедовать. Духмерный, отнеси можно не рассказывать. Я мирный человек. Это вообще не евангельское извещение. Во-первых, как говорит послушание, ага дороже поста и молитву. Я нашел, что это чисто сатанинские лозунги. Пост и молитву против дьявола оружие. Два оружия. Пост и молитва. Они говорят, нет, Христос говорит, пост и молитва. Сатану ничем нельзя поразить. Вот после молитвы, он говорит, нет, это брось. А кто говорит, брось-то? Если на кого оружие, а кто говорит, брось. Послушание, ага. Ага, ага, шла, ага. Тебя научит. Еще дальше. Перемьер 6, 13. Ибо от малого до большого, каждый из них в этом корысте. И от пророка до священника все действуют лживо. Понятно. А вы против священников. Написано, все эти пророчества, что все ложь. Какие там, какие были-то? Священники, ложь. И посредством этого господствуют нас народным, народным. А народу это нравится. Батюшка, надо здоровее. Священнику, что неприятно думаешь? Батюшка благослови. Меня батюшка благословил. Я говорю, что ты согнулась-то такая. Ребро сломали. Я говорю, где? В Покровском соборе во время крещения, где воду наливают. Меня как доманули к этим перилам. Ну, врач когда спросил, так я не сказала. Сказала, из трамвая выпало. Там мы работали уборщиками в храме. Там банок, стлянок, куговок. Выдал брешь, выдал брешь сколько. Я была там, а это сбило из меня народ так. Да прямо я упал, и почему-то как-то покатилась. И прямо к ногам батюшки, и ноги его коснулась. Она про все забыла. Главное, она покатилась и к ногам батюшки. Христос говорит, славу друг от друга принимаете, а от единого Бога не ищете. Ладно ли это? Людям очень нравится меня батюшка благословил. Куда он тебя благословил? Я был у хороших старообрядцев. Долгов, Андрей, Гедотович. Заходит Вова. Пап, благослови. Бог благослови. Ну, перстно благословил. Тот две сумки большие. Губки пошел. Говорю, расстанови его. Что-то было. Что в сумках? Не знаю. Ну, верни его. Вернул, вернул. Вернул, а там портвей, вино, с девчатами гулять пошли. Я говорю, ты что был? Сынов, да как же так? Я уже благословил. На пухе сидели. Но, так это я говорю о верующих, которые истинно верующие. Ну, и наши что? Сына, что это тюрьма? Людей раздевать пошел грабить. А сидел срок, и теперь на меня нападает. А батюшка говорит, Игнатий, это был в верне, где-то. За что ты-то за что был? Кого ты учишь-то? Бога-то не боитесь. Всем. Ну, вам знакомы, Материя, о ком говорите? Читаю. Еремея 23, 11. Ибо и пророк и священник лицемеры. Лицемеры они, и пророк и священник. Ой, все, да как так, да батюшка, вы священство поносите. Я ни слова не добавляю, лицемеры. Тогда, видимо, сейчас вы не видите. Вот он сидит перед нами. Это уже готовый священник. В трех семинарах учился, вот, в лагере у меня. Вот он, попробуй. Строго как бывает. Ну, если бы только, ну, где-то что-то промолчал, уже попом был бы давно. Он сейчас работает. У меня здесь практика проходит. А этого везде поплы хватали и тоже тащили священники. Почему? Я начинаю говорить по порядку дальше. Это разведенный, это разведенный. Пойдет. Теперь, это что такое? Такое-то, такое-то. И что умеешь? Ничего не умею. Это знаешь, не знаю. Пойдет. И главное, роткий день раскрывать против священников. Мы протолкнем тебя. Я знаю, какой у них разговор. Что умеешь? Ничего не умею. Мы идем в экологию, и все, поплы. Все. Лежит священник. Вот здесь, в Барнауле. Это мне уже рассказывают самые близкие люди. И рядом лежит парторг. Заболел. Он не парторг, а партийный организатор. А то подумайте, парторг. А ты, говорит, сейчас куда? Да если ты перестройка, я не знаю, был секретарем парторганизации. А ты в Попыг, говорит, иди. Там вообще ничего не надо делать. Но в фильме-то показывает, когда приходит там сотрудник КГБ, стоит слушает, священник-то его увидел, свой товарищ-то. Подошел и говорит, да что такое? В той церкви к тому нашему сотруднику уже говорит, дай мне звание капитана, майора, у меня все капитан только. Да у тебя много верующих, это не годится. Ты уменьшай повалейку, тебе звание будет повышаться там. Вот и все. До генеральского звания доходит. Что спрашивает? Это открыто уже, не стоит, не скрывает. Считай, что все. Ирмия 23.11. Слово сначала. А ты закончил то? Да сколько прошло времени? 50 минут. Тут комментарии читать можно. Да, давайте читаем. Ибо и пророк и священник лицемеры, даже в доме моем я нашел нечестие их, говорит Господь. То есть в доме нечестие из пещеры, как он нашел, где торговля. Но Христос никого не трогал, не бил. Единственное, это агашей гонял. И он не просто так, а зашел, взял веревку. И как Гладков пишет, это строительство там храма, Гладкова, ему веревка, это подъемное средство. Он скрел. Значит, одна веревка, это маловато. Скрел, бич. И начал угонять и опрокидывать. Ни где Господь не показал, вот так себя, как здесь дом мой, 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 не ваш, поп-хозяин здесь, мой дом. А вы его сделали для тех павразбойников, торгашей окаянной, Соплинская студия. Вот оно, все это было. Не надо удивляйтесь. Но вы когда считаете, многие ли это прием, очень не многие. Очень. У меня знакомый был Гена Яковлев. Его кто-то знает уже. Ну, отец Геннадий Пас запретил торговать, и он с миром и жизнью. А ей, она заказывается, и она стоит, говорит, главная служба, перебирает копейка на копейку, рубль на рубль. Как только с миром и жизнью, она ящик поднимает, хлопнула, открыла, все, сразу тут народ пошел делать. Она стоит на взводе. Ну, и он что, осуждал это, правильное дело. А когда сам стал паком, то же самое. То же самое, показывает, говорит, у нас тут лежат и марки, и доллары, там, где-то был, какой-то город, листьянка, что ли, это. Вот. То же самое. А ты подними, скажи, да как, скажи, а я отказываюсь, скажи, я отказываюсь, а ты буду брать, как положено, Господа, мы обязаны питать священника. Ну, убери торговую, я разговариваю со священника, я говорю, ты знаешь, тебя народ-то прокормит. Спенсии-то, какой приварок. Ну, ты сам подумай. А я машину осветил, да, 2% стоимость. И уже как кормить. А? Ну, я как кормить. Да. Вот все бесплатно. Попробуй сейчас скажи, что венчание бесплатно, крещение бесплатно. А это симония, патриарх Алексей говорил, это настоящая симония. Требует деньги, страшно сказать, даже за крещение. А сейчас сделали как, добровольное пожертвование, 2 тысячи рублей это были добровольное пожертвование. Даже нищие не говорили, добровольное я принимаю от вас, но только нищих у тысяч не говорили. Копейку одну дадут, и тогда доволен будет. Обман. Сущий обман. А ты работай. Смотри, от 27-го дня как придумали. В день 10-ти нас, отражайший. Но, если он 3, кажется, года, сейчас могу сказать, 2 или 3 года, пресс-фитер, по ихному, работает, по ихному, отработал здесь, его убирают на другое. Потому что он обрастает связи, знакомые, он исповедует их в автобусе, как ул-католиков, вились. А вот теперь иди на другое. Заново устанавливают связи. Там был Роман Сала, очень активный был, священник, это ксен с ул-католиков. Куда не придешь, он уже там был, Алина. Тут 120 священников, он один и делает больше. И тут вдруг его нету. А куда отправили? Он тут уже учил английский язык, его в Канаду, что ли, отправили? На его место сейчас другое. Сказали, собрался, пошел, у них высокий уровень образования. Дальше. Все? Еще немного. В Мехея 3, 11. Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату. И пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря, не среди ли нас Господь, не постигнет нас беда. Сафония 3, 4. Пророки его люди легкомысленные, вероломные. Священники его скверняют святыню, подбирают закон. Человек, который любит Библию и читает ее, как Слово Божие, в этом видении патриарха ничего нового для себя не найдет. Ибо Слово Божие постоянно говорит об этом. Любите Библию, которая даст миллионы крат больше, чем любое видение. Господь близко. Описание этого случая с патриархом, бывшего или небывшего, дает надежду на то, что Бог сохранил неведомый нам остаток тех людей, которые не согласны с тем, что вытворяют деятели лжеправославия под вывеской в московской патриархии. Конечно, мы не видим такие слова. Так, а теперь смотрите, о чем я хотел говорить. Вам это подойдет. У меня возник вопрос в первом оси. Я понял, что там не перевозить право. Вот и был не пришел. Вот первое что? Вот я показываю, кто хочет посмотреть. Вот это дорога идет, а вот так тут промытая, вот вода идет синенькая. Вот она идет, вот. Мы тут замерили, 40 сантиметров, примерно, глубина. Нужно что сделать? Вот так вот, чтобы здесь можно было стоять, и здесь проехать, и тут потихоньку машина поднялась. Ну, пока-то сделать, пока-то. Как именно? Я решил, я думал так, вот. Вот это расстояние 10 метров. Вот так вот, вот такие кривые у нас клен. Вот я связал, вот смотрите. Почему убрал-то? Это берег. Прости, пожалуйста, что это библия, закройка. Тут ничего оно не означает, просто мне не дали книгу. Вот здесь вот, чтобы опустилась, вот так полога была и вышла. Поэтому этого не хватает. Мы снова режем, второй, третий ряд кладем. Мы уже готовим это все. Вот здесь вот. Нижний ряд, его надо утопить там, который... Вот. Дальше я арматуры глубоко на метр-полтора забиваем, вверху завязываем. Этими в нижний ряд, он держится за землю. А мы теперь этот кверх, у каждого оставляем усы. Когда туда закладываем под воду-то, уже отмотали, по метру выше усы эти, проволока-то. И дальше, когда последний ряд, третий, там мы заложили, смотри внимательно, заложили, мы подняли его. Дерево в воде практически мало гниет. Она может там, говорит, лежать десятки лет где-то. Все. Теперь надо, чтобы это место не подняло вода. Стали мерить. Топи-то нету. А там только жижа. Она держать не может, выталкивает. Закрепить вот это, чтобы оно лежало листой, когда вода отсюда попрет, пологу-то. У нас нечем не удержать. Вот теперь я показываю. Вот они, три ряда, посмотри. Три ряда вот они лежат. А вот это вот сверху так вот смотреть, вот как оно вот так вот берет, вот это вот, так вот выглядит, отоплан. Второе. Когда мы это сделаем, сверху засыпаем вместе с соломой. Но это снесет, если бы это задержали мы. Может, ну все, я смотрю и по физике, и что изучаю, и не знаю уже что. То, это оголица, вот так вот. Если даже устояла, ну тут можно сделать. Коров не удержать, она пойдет. А эти-то никак не связаны, она раздваивается, друзья. Нога попала первая, в некоторое, она ей не выбросит. Корову сразу поломают ноги. Им не пройти по этому. Они не плотные, это не доски. Что делать? Тогда я подумал. Вот если бы были большие какие-то блоки здесь, вот так положить, не дать им поднять. Это надо большую тяжесть, как рельсы. Можно было бы. И это удавливает туда, идет бульдозер-то. Но обземлю-то не может. Там твердая земля оказалась. Топи-то нет никакой. Она все это поднимает. Что делать? Делать дырять, кстати, да? На один день делать, это уже делали. Землю скрынул, столкнули, ее выгнуло и унесло по обуткам. Все обутки уже завалюли. А вот сюда пасынки, найти пасынки. Да. И они их в какой роли не сыграют. Это тройное поднимание. Она в воде окажется. Это подъемная сила, танк поднимет. И пасынки поднимет. Вот такой плод делает, пушки, танки грузят и везут. Танки проходили только туда. Назад танки уже везли на платформу. Хотя прошли туда, это осталось, уже все. И когда танки проходили, то там не один десяток танк ушли навсегда вместе с экипажами. Трясанут. Об этом пишут. Поэтому это ничего не получится. Есть другой выгод. У нас есть блоки. Можно блоки, но нужен кран. Причу не сделать кран. Эти блоки, просто их можно было бы наставить, когда они на низу. А сверху-то там уже... Бетонные. Это которые на разлице? Ну и вот здесь. Я думал об этих блоках. Вот это расстояние 10 метров. Видите? Смотри сюда. Это расстояние можно отмечить, самое вот это ровно, которое до 4 метров. Максимум 4 метров. Вот это вот. И здесь она вот она. Дальше помогает повыше где сделать, и здесь повыше. Это промыв 10 метров. Ну а дальше там опять затрамбовать. А вот эти плиты батюшкины не пойдут? Да они нет. Нет? Нет, конечно. Легкие, по-моему. Никак. Они не легкие, но... Никак. Они тяжесть. Там, ну допустим, машина идет такая, машина груженая. Вот это все лопнет сразу. Раз. А потом там опоры-то никакой нет. Опора должна быть. Мы опоры делали, как зимой, ждут, когда замерзнет. И тогда пропиливаем мы пилами, долгим, и туда вставляем. Вот эти блоки. Есть там битый кирпич, крупные камни. Камни эти все, просто их завалить этими камнями. Уже их не вымыть никогда, их не поднимет, эти камни. Камни, это камни. Не поднимет. А сверху там заилится, может быть, это все. И скотина может ходить, и все. Мы ехали. А так у нас, видите, что сделали. Допустим, деревянное сделали. Хорошо. Но это хорошее. Оно нам создает большие трудности, чем мы 25 жили без труда. Почему? Скотину нельзя будет прогонять туда? Нельзя. Нельзя. Все. Значит, скотин. Здесь ходили сейчас спокойно, сделали. Дорога хорошая. Скотин нельзя туда ходить. Теперь, чтобы туда прогонять скотину, надо куда-то обгонять. Там на платину нельзя. В то же время хорошо, и в то же время нехорошо. Трудности. Трудности. Создает трудности. Ну, смотри, мы камнями это все сделали. Если, конечно. Если. Потом положили эти плиты. А зачем машины окруженные будут ходить? Нам это надо? Это дорога. Это дорога. Кому прикажешь, чтобы не ходить? Дорога сразу будет известна. Машины пойдут. Ты второй овощик-то не открывай, чтобы машина не шла. Там не открывай. Второй мостик это все и делаем для второго мостика. Ага, для людей, чтобы они ездили. Ага. Мы делаем. Сделали для себя, для коров. Для второго мостика и хватит. Так, красавица. Это полстану и дорогу делаем. Давай, хватит. Так. А что, Кушко, он уже не ездит здесь, если что. Он в одном уровне живет уже. Ему это не надо. Он уже к кержакам перешел. Все, хорошо. Кто туда ездит? Кержак свою руку. Так, возьмите, кто вам надо на память. Думайте дома. У меня около дома лежат камни большие. Лежит один пасынок. Заберите, я вам буду очень благодарна, что их около меня нет. Ну, там камни приличные. Я вообще подумал, Игорь. Игорь, ты там был недавно, видел? Вот давай, сейчас. Первый мостик. Сколько тебе нужно времени, чтобы засыпать вот то, что здесь есть? Ну, хотя бы воду засыпать. Да не засыпь бетон. Ему нечем засыпать. Ну, вот и все. Это надо бульдозер нанимать. А тот, чтобы бульдозер, который у Игоря ему... Знаешь, он... Видите, того нету, этого нету. Это не седокос, а для уборки у него ничего не будет. Блоки, которые поставите, блоки эти... Первый ряд блоков полностью уйдет. Может, из воды их не будет? Ну, зато они будут уже на щепоте. Ну, как? Они зато уже лягут. Вот так, да, они будут действительно потом... Надо нанимать, говорит, кран. Кран стоит в час 1200. Вот он выехал с мамы этого крана. Время засекается. Вот два часа до нас шел. Значит, две с половиной тысячи уже вдолой. Назад шел, два с половиной, пять тысяч уже нет. И здесь он сколько поработает, за каждый час тысячу съездил. Это чтобы он работал с большой отдачей, это надо много машин, чтобы он не переставая... Этого не будет ничего. Надо машину. У нас машины. Надо машину нанимать, на которой вози. А вози там на самосвал. Руками ты не поднимешь. Тоже. И все. А есть такие машины, которые сам на себя грузят и сам же будут заржать? Ты узнаешь, сколько она сейчас стоит. Если блоки будете валить, первое свалили, дальше машина уже не пройдет. Она, машина, это она погрузилась, по рядом с машиной, на себя. И тоже грузила, рядом с машиной поставила. Что это делать, что он может из себя, с кузова брать, если каждый блок проволок как вязать на удавку? Ну, он поставит его рядом. Но нам надо его поставить вот к этой стены положить. Как он его поставит? Ну, он поставил рядом. Даже что с этим кузовом? Там же стрела, по-моему. Да какая стрела? Да стрела там груз у него, может быть, там 500 кг, не больше. Есть такие, которые... Значит, подручили. Да, какие деньги. Это кран, наверное. Автокран. Хороший автокран. Говорите. День же. Есть такие машины, где самород со стрелкой. Найдеть. Кто говорит? Не слышим еще. Кто? Кто? Это Димофеев! Так а вы писали в милицию полицию-то? Тут такой разбор идет. Тимофея подставили-то мне как? Зачем же это делали-то? Я говорю, Тимофея-то всех подставили, его допрашивают как взрослого. Зачем же это сделали? Там я считал, все там написано, там же половина неправды. Где вы видели, что постная одна пища? Ну зачем? Все, они вам пришлют. А что в милицию прокуратура вам пришлют? Пока. Такой пакост отворил, а мать его. Они его нахвозили. Так. Даже если группа грузит, кран, больший это, он привез сюда. Ну, свалил. Даша, ну, мало так, так, их не поставишь. Прямо они не станут-то. Даша что? Ну, Даша, на стоянии метров, он уже не может идти. А эти уже воскнулись в грязь. Мы ничего не сделали. Вот почему делали зимой. Выпиливали, когда застыло. Даша говорит, не надо, там их осталось немного. Даши ждут мороза. Застыло опоры, которые стоят. Под них туда, глубоко же идут. Ждут, когда замерзнет. А мы делали там, где река. И она горзает, потому что, идешь, идешь. И, наконец, начинается уже земля. И, наконец, туда ставят, что надо. А летом как? Это мне сделаешь. Это очень непросто. Не знаю. Такое простое. Прямо, кстати, проще некуда. Там, получаете еще. И еще не получаете. Мы уже все заготовили, отступили. Ну, материал-то у нас не пропащен. Как? А знакомых нет? Нет, кто вот по мостострою знакомый. И что? Ну, проконсультироваться. Я проконсультировался. Ничего не знаю. Вот у меня балерина стоит. Ну как? Институт в начале не знаю. Балерина стоит. Я говорю, приехал архитектор города. Это большая должность. С Барнауза. Две точки его были у меня в лагере. Я говорю, вы можете рассчитать вот эту балерину? Вот какая высота ее не будет? Ветер такой, как ураган приходит. Чтоб она упала или не упала. Известно с какой стороны. Розовый дров. Он говорит, нет, не рассчитай. А батюшка говорит, когда дует зимой, я говорю, окошко потихоньку смотрю, упала, не упала. Куча дров лежит, может быть. А оно по сегодняшний день стоит. За что зацепить? Какая дубина? Какая парусность вот этой площади? А здесь вообще мы не знаем, какой паводок дует. Вода это настолько сильная стихия. Все переворачивает. Вот когда цунами идет, и мы были на Камчатке. Танки, я сейчас не знаю, какие танки там, но это не две тонны. Так танки забрасывало там по этой пособке. Вот. А эти кольца по влову туда положить? Не пойдет? Так. Вот куда, когда подгоделось. И здесь еще кольца есть. Там в ней надо мать побольше, а потом кольца. И мы подошли. Мало, не пройдет вода. Нормально. Так и не надо. Нет. Не одно, а два взять пройдут. Два пройдут. Нет, и не хватает. Вот здесь еще нельзя просто. А эти не надо. Подложку ты вот так, два? На шнёме будут лежать. На Камнях? Да. Не знаю. Это католическое изображение. Ну, хорошее же изображение. Хорошее. Ну, захочу, католическое. Супер православное. Понимаешь, это на какие-то отворы может быть. Оно сразу в какой-то спалете. Вот так он пойдет вниз. Вот этот бог, друзья, перекосило. И он настолько ниже, а один кольцом на другим. И поэтому вот на кольце еще меньше стало, оно на половину ушло. А тот стоит, наверное, если через дорогу, смотри. Там этаж. Вот который заходит вода через дорогу. И который выходит. Между ними разница чуть не метр. Ну, вы же хотите, чтобы вода шла перекапан, да? Да. Ну, поставьте вот так вот, как бочки эти кольца. Вовнутрь можно накидать мелкие камни. Уже его не путают. Я тебе говорил, как? Вот в горах, показывают, в кино, как. Ищите, чуть-чуть горная река. Она разливается. Ну, никуда она не расширяется, не углубляется. Лежат булыжники. Если ты булыжник вынул, там еще булыжник один. Вот и тут то же самое. Ну, это булыжники. У нас рыхлая вот эта дамба. И чуть-чуть где-то в сторонку она проходит, рядом здесь. Она сразу промыть делает. Там никуда не уйдет. Она просто земля и все. Там нигде ни одна капля воды не пройдет. А у нас в любом месте. Даже мы сделали вот это заслали. Вот это вот место. А вот это, где соединяется с этой дамбой. Ну, мы не можем во всю трассу сделать такую трассу из камней. Нам из камней как можно меньше сделать. Вот это место, чтобы не больше 4 метров. А дальше уже на выезд 2 метра и здесь. Ну, и 4-8 метров и будет. Это все надо укладывать. И вот это мерить, все это удалкивает, удалкивает. И это тоже. Вот тогда она была бы. Мост строить настоящий. У нас ни духу, ничего нету. Настоящее не построить. Егарь, ты же рассказывал, мы себе там, потом где-то, не порой, не хочет, что-то, что-то там делать. Знаешь? Это очень даже непросто. Нам нужно не только что мы говорили, но и практичники подошли. Это не на бумаге листовать. Я практически к нам подошел, кто-нибудь ничего здесь делать не сделал. Даже блоки, приезжайте, первые, сварили, а дальше-то что-то. Но он торчит. С ним ровнять или убить его надо. Следующая машина, где-то уже она не свалится, она на этом будет валить. А эти блоки нам уже не сдвинуть. Не по воздуху же она через этих. Вот здесь она вывалила камни. Так, так, вот такие блоки, допустим, каменные с фундамента. Но он встал вот так вот, оставил. Ну, даже вот так торчит. Следующая машина куда будет валить? Опять на эти же. По этим данным не пройдет машина. Когда перекрывали, кажется, Шушенскую ГЭС, то они делали 5 роговые, кажется, 5 рожков у них бетон. Бетонные. Ну, вот так, примерно, вот такая. Вот, не знаю же, вот там, вот такой губ, а из него надо вот такой рог торчит, потом она маленько заужается, и так дальше. И они валят в самосвалы, оттуда, с моста. И эти камни, вот эти вот, друг на друге еще воручают. Ну, конечно, не такая вода. Сила невообразимая. Я с водой имел дело. Такая стихия, как во время урагана огонь. Вот здесь бы, если сделала, вот как говорили, было бы, что ли, ну, не крупные где-то, а крупные, потом, когда уже мы сделали, тогда по краям вот эти вот, сама с вами подходит, маленько подгарнул, вывалил вот эти блоки по краям. Вот тогда бы у нас было. Ну, вначале мы должны в это место забутить. Забутить, чтобы самосвалы могли проходить. А это не 2 кубометра. Я посчитал минимум, где-то 50 кубометров подать. Ну, ладно, уменьшим это. Пусть 80 кубометров. Ну, 30 это тоже. Ты 5 кубометров сразу не поднимешь. Ну, до того мне охота сделать, слышь. Не знаю. Ну. Что будем делать? Первый, первый, ради того, даже пусть он землей будет, дать проход по шинам, ради того. А тогда с нее можно блоки сюда валить по краям. Блоки погрузил, там кран воняли, подняли, он подъехал, маленько свернул, бабахнул, ну и все, а тут дорожки-то появились, куда проезжать. Теперь проезжать здесь вот 100 тонн. Она будет маленько удавлена, а больше никуда нет. Мозг не построить. Для телев, делали тогда в России, там стоят белые, они, видны вывезли, там, не один год. Уже сто лет, наверное, на этом столбах и стоят. Мы даже на столбах, даже специалисты, делаем. Но поверьет, и упал, и переводил. Даже по асфальту идут весной, и то ограничитель тяжести. Сколько там, 20 тонн, или сколько? Ну, что будем делать? Ну, сейчас бы кто-то пришел, сказал, ни один не выйдет, взяли, пока не сделано там. Ну, что-то сами придумали. Выйдет только тот, который практически останется. Садись на машину, поехали за мусором. Я сегодня вам покажу. Готов, выйти отсюда? Может быть, придумать понтоны? Где-то найти понтоны, которые военные ставят через такие переправы, его на зиму убирать. Потом вода слымет, обратно за тракторами вот туда заполкнуть и все лето ездит. И каждый раз убирать его и ставить на место. Всего лишь 4 метра. За понтоном в воду будет разбыватель новый, а он будет уже 4 метра. Не разбывать, мы его уберем. Фантастика. Нет. Понтон зимой не ставим. Я вам буду на зиму убирать его. Ну, а нет, ты его поставил, а вы себе пришел, поставил. А за ним, да там, какие щели-то? Вода если не пойдет оттуда, она вымывает еще на 5 метров. Вода слымет. Вода слымет, вода вот сейчас вот в это время ставить, трубу какую-то там ставить и сел, и понтон, по понтону ездить, и досками там уложить, и бревными. Летро, когда вода сходит, она подходит в трубе, вода сходит, она не набирает. Большого потока не будет, а потом его утащил, понтон, а не легкий. А если туда большая, поток идет? Когда поток будет идти, понтона не будет. Вода слымет, и тогда его затолкнуть туда. Надо найти, посмотрите, что за поднон, какая его ширина и длина, кто его поделит, кто его будет ставить. Не так, что я его взял, выдержал и все. Это не две тонны. Пантон это тяжелое, все не деревянное. Не сильно тяжелое. Его устанавливают запросто. Я смотрел, я на стоянке был, их там куча такая. Не знаю, может быть, это с какого-то легкого металла, но надо-то один-два у военных где-то поспрашивать. Это пароль, а это понтон. Я про понтоны и говорю. Если бы сухое место было, если бы место на другое... Переправа, вот как вы говорите, через лепых накидывают, переправили, собрали, хоть в кучу вывезли, и все. Время на мост. Но я знаю, через лепров как. Там, пять раз в немцы, стреляют здесь кокотатка, по моему нагружу сзади бревна. Он сразу поднимает, бревна скинул, следующий бревна, гроб запоплили, бревна мы проехали дальше, уже война идет на той стороне. Но у нас-то другое. Нас его убирать. А зачем его надо убирать? Для древесенной воды? Да. Убирать это там поставить? Нет? Зимой мы и так проедем. Зимой она не нужна. Нам нужно на лето. Надо знать ширину, тяженье. Кто будет каждый год поднимать? Просто столкнуть, это не будет. Ромочки тяжелые, натикчивые. Говорит, кто на две, это вполне достаточно. У трактора вполне... Ты можешь выдернуть, там поставить, ты его уже не поставишь. А то надо на той стороне, чтобы барабаш второй поселился. Зачем? Столкнуть его никак нельзя. Никак. Они вот такого вот, низ у него вот такого... Хорошо. Ты высоко. Низ у него не квадратный, что он краями зарывается в землю. Он вот так вот идет, боком, вот блоккой, и вот толкает. Я примерно... Примерно... Это было сколько? Ну, 30 лет назад. Я видел. Поискать сейчас в интернете, что это такое. Нам надо там одну секцию, всего лишь 4 метра, закрыть. Вы знаете, конструкция, может и так. Железа у матушки наполно. Дай у ящиков попросить там разной железки. Ну, давай... Здорово, яснону. Давай, надо указать еще дальше. Канальчик. Влево садись за компьютер, или за... Пускай нам в интернете еще что такое пандон? Такая же такая. Ножа, как меньше 4 метров. Ширина. А еще чего? Четыре метра хотят. Садик никого не отпустит. Сразу заработал. придумал прочно. Тест может идти, а остальные оставать без проблем. Я могу тебе делать. Ну, это как один, наверное, параметры что-то еще. Вот, вот, они плавучие, они по параметрам. Нам не по водоходу они могут плавать. Они искать. Кого едет, но никого плавать. Как проверить? Как карту обретает по плавающему пандону. Не, ну, у нас там не будет плавать, у нас как-то продолжить, склинился. Игорь, внучка президента не смотрел, певец? Смотрел. Табаков играет, там, как у президента ездит. Он, до того, сижу, до того охота стрелять, не знаю, я вышел, там, только крыльный, темнота, как взял вообще, ну и лег спать. Утром выхожу, говорит, террорист застреленный. У него, как щуки, мне до того охота вот это сделать, а плющи, вот там. Вот прям, не могу, аж машин с пальцами, до того охота стрелять, говорит, вот же он, автомат пустил, ну как дал вообще, а тот-то не ожидал, кумать его, он пропался как раз под эти пули. Салон, нажим. Ну что, механики, думайте. Вариант за вариантом впадает, а остальное, мы сделаем, узнаем, как делать. Вот только в податных перехов. Учитывая корову, корове не запретишь. Теперь, если его весной еще не делать, податным все время придется подсыпать землю. Вплотную не будет. Если весной этот прорыв, он будет то ли шереться, и пантон этот может оказаться на половину этой длины. Если бы оно было как-то подорвано, ну как, не знаю. Закрепить берег сразу под это. А потом не пойдет. Просто засыпать землю и стали, польца большая, и все, и польца ничего. Польца нет. Тем более, он будет бежать с двух лобов. Там, и еще хотите перекрыть, и с двух лобов будет бежать. Если польца не надо, польца уже романая лежат. Да? Да? Слушай, по иноту. А потом, какой-то там, не знаю, бут или бен, вот так. Вот так прямо на положение. Польца не пойдет. Не пойдет? Нет, не пойдет. А то, то есть это все засыпает, смотрел? Нет, это еще не меняет. Мы говорим не переводится. Ну давайте так, давайте дальше. Это значит, для связки, то есть вот здесь земля, земля там, или грина там, салопа, или мус какой-то. Вот тут опять вот здесь наложение. Где-то грина салопа, где кто-то привезет и как она будет лежать. Практически, когда мы подходим к этому, откуда грины, ее здесь нету. Потом салопа на землю упала. Дальше что? Лопаты, как мы, по пути не сделали, положили, подняли дальше. Дальше что? Безназь идет. Нам нужно, вот первое, до уровня воды сегодня сохранить больше никак. Чтобы она, в этом узле, вот вода слынула. Слынула, и больше нам еще не надо тут под барабетелью, и все. Нам нужно уже сохранить, чтобы вот эта ямка, была перенесла, куда вода пойдет. Конечно, в счете, 4 метра хватило, вот даже 5, а сейчас 10. Вот это, на подъем, метра по полтора-два. И это все надо удалить. А кто еще, еще есть, сделали. Да, наши, сега. Если бы, можно, можно, еще, я не могу, все опять, если бы, там, карты какие-то, проводить, что-то сделать. 30 кубокятов, все, и здесь, который, трамбует, вот трамбовка, все утрамбовали, да здесь, сразу, сейчас еще, возможно, все засиментировали, арматулы привезли, паркики сделать, вода пошла точно здесь. Это можно сделать, но мы ничего не можем сделать. Мы из досок сливы делаем. Не сделали. А сделать надо. Что бы, где бы, не делали, везде заранее, что-то приставлять, куда и как. Здесь не все, я про хоров забыл. А когда мы это стали делать, я понял, если там вымой, то мы не знаем, пространство остается. И это пространство, в любой день, мы знать еще не будем. Корова попала на Б, она ей, передняя, дальше, на этой задней, корова пропала, ее не вытащить. Там вы вместе резать будете. Когда я начинал вот это все делать, я даже о корове вообще не думал. А корова, она вытащила. Ну что надо же, ей не прикажешь. Если она сейчас провалится, то она нога вытянулась, а тут куда она, между этими. Следующая она давит, это задавит ее, мне нога уже зажата, передними ногами здесь, все, ей не выйти. Коров не было, можно было бы дальше продолжить. Вот эти вот, мы наложили бы, как сейчас давай, первые сейчас, мы об этом думали. иначе здесь, здесь кусок и будет, она выберет. Так, смотри, чтобы не упал. Здесь осталось. Ну все, давайте, погодим. ПЕСНЯ Слово ручую, сущую Богу, Ведь судье величеннее. Продолжение следует... Продолжение следует...